Я думаю, что должна Россия победить. Хотелось бы. Людей жалко, военных жалко. Люди погибают. Тоже хорошего-то мало. В войне никогда хорошего ничего не было. Все будет хорошо. Я думаю, что Путин создаст для них лучшие условия для жизни и там, и здесь, и даст достойное образование людям, и хорошую жизнь спокойную, все-таки стабильную. Я думаю, это глупые игры правительства. И такого вообще не должно быть. В мире должен произойти мир. Ну, как бы не должны быть войны между братским народом. Нашей победой. Надо наводить порядок. О чем бы вам хотелось? Не знаю, просто миром во всем мире. Вот и все. Мир во всем мире. Честно говоря, не знаю. А нас что ждет всех? Я не хочу даже об этом думать. Этот соцопрос москвичей провели в начале недели журналисты независимого YouTube-канала «Что делать?». И, судя по ответам респондентов, мнения «за» и «против» войны разделились практически поровну. В конце марта Левада-центр провел собственное исследование общественного мнения россиян. 89% респондентов одобрили войну в Украине. Хотя некоторые россияне заявляют о чувстве стыда за свою страну. Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, считает, что высокие рейтинги Путина, даже после публикации фактов о военных преступлениях российской армии в Буче, будут держаться благодаря круглосуточной пропаганде. Это так называемый косвенный индикатор, который говорит о том, что действительно этот консенсус сформирован. Но понятно, что это делается за счет вот этой постоянной пропаганды. На ГОСТ-ТВ не осталось развлекательного контента ни на Первом, ни на Втором канал, фактически, насколько я понимаю. Однако это все равно говорит о том, что да, власть достаточно успешно играет на вот этом бейморском постимперском синдроме большого числа россиян. И, к сожалению, за это нам всем придется расплачиваться очень долгое время. И мы не можем, мне кажется, как люди, приносящие этот паспорт, принадлежащие к этой культуре, в конце концов, те, кто платил когда-то этому государству налоги, мы не можем просто сказать, что я не имею никакого отношения. Какое это имеем? Все разные. И непосредственно вина, естественно, она лежит на Владимира Путина в ближайшем окружении. Но есть также и вина вот этих людей, которые солдатов, вероятно, российских, которые осуществляли эти счетовичные вещи в той же Буче, да, в Мариуполе. В свою очередь Элина Трейгер, аналитик из корпорации РЕНД, допускает, что в результате расширения пакета экономических санкций и эмбарго на импорт российских энергоносителей к россиянам неизбежно придет осознание реальности. Даже если никакого народного восстания, способного свергнуть режим, не произойдет, поддержка Путина со временем может ослабнуть. Сейчас, возможно, идет мобилизация или что-то вроде сплочения вокруг власти. Это может быть временным явлением, а может и нет. Ситуация в России вызывает беспокойство, но в каком-то смысле она неизбежна. То есть неизбежная реакция на те меры, которые были приняты. Культуролог Николай Эпле в статье для издания «Медуза» пишет о неотвратимом итоге этой войны, коллективной ответственности и коллективной вине. Однако, как утверждает Эпле, между этими двумя понятиями существует разница. Преступления нацистского режима по Карлу Ясперсу не имеют оправдания, и Германия заслуживает последовавшего унижения и суда победителей в виде Нюрнбергского трибунала. Но речь идет не о коллективной вине, категория, предполагающая коллективистский взгляд на общество и нацию. Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно. Это могут всегда только отдельные его представители, писал Ясперс. Николай Эпле полагает, что споры об ответственности российского общества за войну в действительности продолжение давно идущих дискуссий об отношении к массовым репрессиям советского времени. Бывший руководитель Центра стратегических исследований Таджикистана Каримджан Ахмедов утверждает, что война в Украине – это финальная стадия распада Советского Союза. Этот конфликт, эта война, по большому счету глубины ее причины лежат в том, что это последняя, возможно, фаза распада СССР. Россия – это правоприемница СССР. Естественно, народ России – это тоже правоприемник со всеми правами. Поэтому у них должна быть какая-то коллективная ответственность за то, что происходит. Мы слышим все время особый путь, особая духовность, особые отношения межнациональные и так далее. Но на самом деле, ну посмотрите, сталинский период. Десятки миллионов репрессированных людей. И не было никакой оценки, по большому счету, большой о том, что это принято. Или сравните эти события с послевоенной Германией. Вы вспомните, как немцы осознавали то, что произошло. Ведь они тоже поддерживали все. Я не хочу сказать, что Россия – это фашистское государство. Но сегодня Россия нуждается в очень серьезных изменениях на всех уровнях. Без этого у Европы и у всего мира будут проблемы. В конечном счете российскому обществу придется нести груз вины и ответственности за войну в Украине, который, по идее, приведет к процессу покаяния за совершенные злодеяния российских военных в отношении украинцев, говорит Мария Снеговая. Здесь не важно, что про себя лично думают россияне, да, и что они говорят своим там женам, детям, ложась на ночь. Важно, как они ведут себя в публичном поле, да. Важно, что при таких цифрах не будет антивоенного движения, не будет сопротивления власти никакому. И у Путина будет зеленый свет на то, чтобы продолжать вот эти зверства творить в Украине. Ну, а кроме того, что я повторюсь, это все-таки не Путин, да, вот расстрелывал мирных жителей под Киевом. Тоже надо понимать, те же самые россияне делали, те сами соотечественники. Санжар Хамидов. Настоящее время Америка. Вашингтон.